Скажите, не планируется ли организовать подвоз участников из отдаленных сел? Вы говорите, открываете, будут участвовать новые города Курахово, Шахтерск, чтобы все не ехали там более крупные? К моменту проведения тестирования апитериенты уже не являются учащимися школы. Им вручен аттестат, они выпущены из школы, и поступление в высшее учебное заведение – это дело каждого апитериента. Если родительская общественность посчитает необходимым сфорпироваться, собрать такой актив и организовать подвоз своих собственных детей, я думаю, что это и никто не запретит. Мы, в свою очередь, прежде всего, всегда выносили данный вопрос на решение области полкома, где было указано обращение, допустим, как-то предприятиям, чтобы они увеличили количество маршрутов, количество транспорта на вот этих линиях. Мы это будем делать и в этот раз. Но организованного подвоза апитериентов в местах тестирования мы не планируем. И еще такой вопрос. Вы говорили, по состоянию здоровья можно претендовать на дополнительную, допустим, сессию. В отношении состояния здоровья здесь положение следующее. При регистрации апитериент вкладывает медицинскую исправку из лечебного учреждения о том, что он имеет необходимость представления им определенных условий. Если это связано со слухом или с проблемами передвижения, связано с нарушением опорно-двигательной системы, мы таким абитуриентом, первой категории мы предоставляем в аудитории сурдопереводчика, а второй категории мы предоставляем в аудитории на первом этаже. Если же мы не можем предоставить такие условия, мы даем ему ответ, даем ему документ, в котором указано, что Донецкий региональный центр не может создать необходимые условия. В данном случае абитуриент имеет право обратиться в высшее учебное заведение и сдавать экзамены в высшем учебное заведении. А были такие случаи, когда вы не могли предоставить условия? Вы знаете, к нам в прошлом году было, наверное, обращение несколько всего с медицинскими справками, но такого справки я ни одной не подписывал. В смысле, что мы не могли предоставить условия. И практически всем шли на встречу по возможности, мы создавали условия. Мы разрешали, допустим, использовать дополнительные, если у ребенка проблемы со зрением, он имел право иметь свою лопу. Если, допустим, проблемы со слухом, он имел право иметь при себе слуховой аппарат. Если, допустим, у ребенка еще какие-либо проблемы, мы рассматривали регламентную комиссию, которая создана при региональном центре, на рассмотр каждый случай. Тем более, что в составе регламентной комиссии находится представитель медицины, который рассматривает документы, дает нам советы, можем, не можем, и тогда принимается решение. А как поступить в таком случае, если, допустим, ребенок накануне тестирования просто заболел, у него высокая температура, он не может прийти в этот день? Он обращается в медицинское учреждение, получает соответствующий документ, справка 95О, и затем он обращается к НАПС с просьбой зарегистрировать его на дополнительную сессию. Если же он не может явиться после санитарования на дополнительную сессию, в таком случае он теряет год. Но я думаю, что так же было и в другие годы до проведения тестирования. Если он не приходил на экзамены, то он терял год. Поэтому мне бы хотелось пожелать всем абитуриентам крепкого здоровья. Вы говорите, если Вы не можете предоставить абитуриенту условия соответствующие, которые требуют его здоровья, значит он может сдавать в УЗИ. То есть он освобождается от тестирования. От тестирования, да. Есть еще какие-то причины, когда абитуриент может быть освобожден от тестирования? Я думаю, что в данном случае лучше всего обратиться к условиям приема. Наша основная задача – организация и проведение тестирования. К нам поступают документы, мы их регистрируем и создаем необходимые условия. Если по медицинским, то есть специальный приказ. Совместный Министерство образования и здравоохранения, где есть перечень заболеваний, которые дают право на освобождение от тестирования. С ним можно познакомиться, если ребенок действительно болен, то он освобождается от тестирования и может сдавать экзамены, вступительные экзамены в УЗИ. Такой еще есть вопрос. В начале года был повинен закон о защите персональных данных. И скажите, как именно будут защищены мои данные? Им интересуют и электронный вариант сохранения, и хранение документов физически, то есть регистрационная карта и остальные документы? Мы начали еще выполнять этот закон с прошлого года. И мы отказались от электронного варианта регистрации абитуриента. По сути дела мы были готовы к тому, чтобы всех регистрировать через интернет. Уже в прошлом году было предложено абитуриентам всем отправлять копии своих документов только в конверте. Они отправляют рекомендованным письмом по почте. К нам приносят эти письма по реестру. Ни одно письмо в прошлом году мы не потеряли. И они, придя к нам, мы вносим в базу данных компьютеры, которые находятся у нас в региональном центре. А затем мы переносим их на компьютер, через который отправляем в украинский центр эти данные. Значит, мы знаем об этом законе и начали выполнять их еще в прошлом году. У нас создается своя система защиты. Ни один, ну как, по крайней мере, утечки информации в прошлом году не было. Вот, в отношении персональных данных. Может быть, просто-напросто никто не стремился к этому. Мы постарались, что в прошлом году это сделаем. Почта сохраняет эти данные в конвертах и мы получаем их. А не считаете ли Вы, что иногда, скажем так, доходит немножко до глупого, когда самые, мы не знаем фамилии, самых умных детей, которые сдали лучше всех тестирование, даже вот нам не хотят сообщать. Вы знаете, Кулинский центр в этом году дал нам данные по всем областям, где сколько было, двухсот в больниках, и по предметам. Фамилии в этом году даны не были. Это право на защиту персональных данных, в том числе и результатов. Если захочет интерьер сам об этом рассказать, значит, он расскажет. Ну, не будет же им трубить об этом на каждом углу, согласитесь. В право, если мы узнали... Я хочу сказать, что чаще всего об этом узнают работники тех учебных заведений, в которых они учили, общаясь друг с другом и так далее. Я, допустим, считаю, что мы должны знать о таких ребятах. Я считаю, что они, наверное, с его разрешения, с его разрешения, мы должны, наверное, печатать на страницах наших газет, давать информацию по радио, телевидению об этих детях. Если они дают на это свою дату. Ну, естественно. Просто с ними даже никто не связывается. Они столкнулись с этим в прошлом году. Значит, если брать позапрошлый год, то тогда такую информацию мы огласили. Ко мне обращались, назвал фамилии. Но прежде чем назвать фамилию, я созванивался сам лично с этим ребенком и спрашивал, могу ли отдать эту информацию прессу. Но это было не в этом году, а в прошлом. Нет, в 2011 году, в 2010 году такая информация была. В этом году Украинский Центр почитал необходимым не давать фамилиям. Поэтому мы этого не делаем. В 2012 году та же практика? Скорее всего, да. Но это лучший вопрос к Украинскому Центру. Тут есть у нас еще вопрос, Юля. Ой, да. Посоветуйте, как правильно подготовиться к тестам. Если тренироваться на тестах прошлых лет, насколько новые будут отличаться от старых? Или не стоит тратить время? Вы знаете, я думаю, что тренироваться нужно, готовиться нужно. И тренироваться прежде всего нужно по учебникам, учебным пособиям, которые имеют глиф инические образования. Это первое. Второе. Необходимо, наверное, зайти на сайт украинского или Донецкого регионального Центра оценения качества образования, где есть программы по предметам, по которым тестирование будет проходить в этом году. Где очень подробно написано, какой период, какой автор, какие работы будут этого автора и так далее. То есть с этим нужно обязательно познакомиться. Можно взять в комплект, который подготовил Украинский Центр оценения качества образования. В комплект входит программа по данному предмету, по данному предмету тестирования. Перечень тестовых заданий можно взять посмотреть, но, еще раз подчеркиваю, это должен быть гриф Министерства образования или гриф Украинского Центра оценения качества образования. Проходить тестирование прошлых лет. Попробовать свои силы нужно. Мы на своем сайте для тех ребят, которые зарегистрировались на пробное тестирование, разместили вариант интернет-тестирования по всем предметам. И они могут также тренироваться на это. А вы результаты видите, отслеживаете? Иначе каждый из них видит свои результаты. Я думаю, что этого будет достаточно. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше тех, кто зарегистрировался, смогли пройти это тестирование. Мы предоставим дополнительную услугу. Попробуйте свои силы, ребята. Так что таким образом. А вот этот комплект Украинского Центра, на чем он основывался? Его составляли на основе всех требований, которые будут в 2012 году к тестам. Характеристика тестов, спецификация тестов. Тем более, что каждый год, ну не каждый год, а в прошлом году, ЕСОС-образование утверждало программы по предметам. В этом году утверждены программы по предметам. И, соответственно, есть определенные изменения 2012 года от 2011 года. Эти изменения есть на сайте, их надо посмотреть, взять. Вот, потому что автор может быть один и тот же, взять, допустим, украинскую литературу, а произведение может быть другое. Тем более, что в этом году впервые в тестирование по истории Украины введен список тех произведений искусства, которые необходимо узнавать. То есть, посмотреть на этот перечень, взять в учебник, посмотреть на эти произведения искусства, то ли архитектуры, и быть готовым к тому, что будет на тестирование по истории Украины. А где можно найти этот комплект? Вы знаете, он поступил в продажу. Значит, если взять, допустим, в городе Донецке, то помещение второй школы, то в центре города, просто против битейки Крупской, есть магазин, где Артема 129А, там есть эти комплекты, там очень много комплектов, но среди комплекта, я специально заходил, смотрел, там есть и комплект, который подготовлен в Украинском центре. Сколько они стоят? Порядка 50 гривен. Скажите, пожалуйста, есть какие-то определенные требования к помещениям, в которых будет проводиться тестирование? Мы сейчас уже занялись подбором тех учебных заведений, на базе которых мы будем проводить тестирование. Это высшее учебное заведение 1, 2, 3, 4 уровня операции, профтехучилища, школы, школьные помещения подходят идеально, потому что в основном требования были разработаны, основываясь на школу. Это стандартная аудитория, порядка 60 квадратных метров, 15 парт в аудитории. Если, допустим, это высшее учебное заведение, то там может быть 30 посадочных мест, 30 парт, либо 45. Но требование такое, что за партой сидит один человек. Расстояние между абитуриентом должно быть не менее метра 20. Кроме того, в аудитории должен быть стол для личных вещей абитуриентов, которые приходят, должны положить свои пакеты, сумочки, мобильные телефоны, личные вещи свои оставить, которые бы не мешали им в реатестировании и не соблазняли их. И также в аудитории должны быть места для общественных наблюдателей. Доска должна быть, часы. Это требование помещения. В аудитории находятся 2 педагогических работника, это инструктор и старший инструктор. Если аудитория на 15 человек, а на 30 или 45, то там будет один старший и 2 или 3 инструктора. Если это аудитория для детей, которые имеют проблемы со слухом, то там будет дополнительно еще один инструктор судопереводчика. Скажите, какие вузы уже изъявили желания принимать тестирование? Вы знаете, я хочу сказать, что в этом году мы обращались к крупным высшим учебным заведениям, и мне очень, с одной стороны, порадовало то, что открыли такие высшие учебные заведения, как в Донецке наш этнический университет, институт МВД, железнодорожный институт, университет управления, университет экономики и торговли имени Туган-Барановского. В Макеевке есть два высших учебных заведения, третий и четвертого уровня, это экономико-гуманитарный институт и Академия архитуры и строительства. Вот они откликнулись. В Мариуполе, в Мариупольский технический университет, в Славянске это ПЕТ-институт. То есть в каждом городе есть вузы, которые идут нам навстречу. Единственное, что мне жаль, что нам не удается получить согласие от Донецкого национального университета. Мы к ним обращаемся уже на предыдущие нескольких лет, но пока высшее учебное заведение, которое принимает наибольшее количество абитуриентов, наиболее авторитетно у нас в области, пока не нашло возможности поставить свое помещение для проведения тестирования. А чем они объясняют каждый год? Они объясняют, что у них нет условий. Хотя я знаю, что у них есть прекрасные условия. Я сам заканчивал Донецкий национальный университет. Я знаю его помещение, я знаю, что там есть все необходимые условия. Если можно, в конце обобщающий такой вопрос. Вот сколько существует эта система тестирования, столько лет она подвергается критике. И несмотря на то, что процесс прохождения тестирования с каждым годом все усовершенствуется, вот лично вы как считаете, оправдала себя эта система или нет? До введения тестирования критиковали систему поступления в высшее учебное заведение. Все критиковали. Был предложен другой вариант проведения тестирования. Если нас критикуют, значит мы хорошие. Я считаю, что если нас, а нас пишут, нас ругают, нас хвалят, значит эта система, она, наверное, в какой-то степени лучше, чем то, что было. Но совершенна ли она, наверное, предела совершенства нет. Это одно. И второе, если вы считаете, что наша система, проявление тестирования, плоха, предложите лучшую. А если нет лучшей, то давайте будем работать в рамках тех, того законодательства, которое есть. И сейчас Министерство образования значительно поддерживает внешне независимое оценение. Высшее учебное заведение пошли нам навстречу и сотрудничают с нами. Принят на съезде педработников проект законно о высшей школе. Там есть статьи о разделе о внешнем независимом оценивании. И красные ничи, наверное, через все проходит мониторинг о качестве образования и так далее. А это все связано с той работой, которую мы проводим. И если внешне независимое оценение помогает поступить ребятам, которые проживают, допустим, в сельской местности, далеки от крупных городов, но имеют хорошие знания, я считаю, что наша система себя оправдала. Она, мне кажется, более объективна. Здесь нет субъективного мнения преподавателя. Машина, она, наверное, ну, имею в виду компьютер, который проверяет, или эта техника, которая проверяет работы ребят, ей все равно, кто родители у этого ребенка, какой доход в семье. Но если он показал лучшие знания, машина определяет большее количество баллов.